Мы идем, смотрим елочку, гирлянды вешают, люди улыбаются, народ идет, птички поют, деревья растут, машины-двигатели крутятся, в общем, это, красиво все, да? Да, и с бортобоем не спросим город. Естественно, как мы им это работаем. Только в хорошем настроении. Конечно. Вот все верно, я про то же и говорю. Ну, смотри, что он, что длинный. Это свинкота какая, а? Ненамерно. Это как весной. Здравствуйте, мои подписчики, друзья, с вами канал Жизнь Андреевича. Ну, и в том числе Андрей Андреевич присутствует при этом. Приехал я в город Челябинск, маленько развеяться, выходные. Работа, работа, маленько надо как бы развеяться, а то живем в Челябинской области, город, трюгородный. А в Челябинске толком-то как бы и бывает мало. Я, в принципе, приехал, маленечко развеяться. Вот, приехал, значит, на одну квартиру. В общем, не скажу, чья квартира. Хороший, что такое пищит? Что-то пищит, не помнишь. В общем, тарелок нет, ребят, я придумал, знаете, вид, такой вид. Можно, в общем, и шампанское, в общем, взяли, шампанское взяли, огурчики взяли, в общем, молока. Ну, в общем, не важно. Ну, короче, много чего взяли. И, в общем, я придумал. Будем, значит, наливать шампанское и закусывать. То есть, бутерброд открываем. Шампанское гораздо хорошее. Опа! Открыли с дымком. Классно. Сейчас попробуем. Оценим. Наливать надо маленечко. Не сразу много-много. А оценить вкус вот этого всего блаженства. Вот этого искушения российского под названием шампанское. Шампанское надо пробовать маленечко. Наливаешь там 30-40 грамм и пьешь. Вот сейчас я попробую. Наперед этим маленько сболтать. Так, пузырьки идут, идут, идут у нас у меня. В принципе, вкусно. Да, полусладкое, кстати, вкусно. Да-да-да. Вот мне, как бы, шампанское я, конечно, пью на Новый год редко. В основном, лучше коньячок, мужики и водочку. Ну, шампанское редко пью. Так, пиво, если в бане с шашлыками. Шампанское очень мало, редко. Вот сейчас попробовал, кстати, очень вкусно. Очень вкусно, очень вкусно. У холодильника их нету здесь? Ребят, нету холодильника. Как бы, можно показать, что нету холодильника. Балкон зато есть, зато балкон есть. Мы их на балкон, в принципе, поставим. Ну, то, что там холодильник. И очень вкусно. Сейчас, кстати, знаете, хочу попробовать. Я даже, честно, на Новый год, то есть, икру постоянно берем, да? Значит, икру берем, то есть, масло из икрой бутерброд. Шампанское, вкусно. А вот с рыбкой, вот этой вот горбушкой, я не пробовал ни разу, кстати, масло. Я горбушу без масла ем, ну, тут посоветовали с маслом добавить. Давайте попробуем с маслом. Значит, выпиваешь. Нет, кстати, забыл. Извините, это пробовал, только попробовал. А для... Это оценим, хоть качество вкуса. А сейчас попробуем мы. Ребята, ребята, не передать, не передать. Просто мне сильно есть охота. Для меня сейчас это прям вообще все. Я сегодня целый день ел. Ну, ребят, с помощью монтажа я переместился в комнату. Я там сидел-сидел, скучал, так сказать. Скучал. Думаю, блин, надо полежать, фильм какой-то посмотреть. И вообще просто... Думаю, где мне спать, ребят? Где мне спать? Как видите? Фэншуй по-японски. По-японски фэншуй. Видите? Ну, не бог. Катинь какой-нибудь. И вот здесь вот торопезничать буду. И думаю, где спать? Вот подушки, подушки, видите? Подушки сейчас я засыплю. Эти подушечки, да? Эти подушечки. И в принципе... В принципе, в принципе, там хорошая будет эта рижаночка. Ну, ребят, нормально. Включаем какой-нибудь фильмец. Трапезничаем. Ну и нормально. То есть завтрак я упакал вынес, как холодильника. Я вам сказал, что холодильника нет. Завтрак я вынес туда, молочко. То есть утром я бутербродом, кофе, чай. То есть жизнь удалась, так сказать, в Челябинске. Я даже вот нет-нет, ничего нет. Ну, приспособился. Ну, все, ребят, увидимся. Всем пока-пока. Ждите меня. Утром просыпаться надо с кофе. Кофе. На дворе у нас 25 ноября. То есть скипятил я в этой... Потому что ничего нет. Вот водичка сюда наливала, то есть скипятил я и кофе с молочком. Бодрящее утро. Это же, блин, классно. Знаете, что удобно? Бодрить. Бодрить. Я вчера, может, говорил. Выходишь, да, с кофе. Идешь, идешь, идешь. Это такое чудо, когда вот есть балкон, да? На волокончик выходишь, выходишь и... Вот это чувствуешь уже красоту, красоту. Красоту бодрящую. Бодрючок такой уже, что ты на работу может куда-либо куда. В общем, смотришь и пьешь горячий кофе. Это так освежает, это так бодрит. Это, во-первых, и просыпаешься даже в войне. Ну, не холодно, кстати, интересно, сколько градусов. Наверное, не так много. Вон кто-то тоже на кушке, да, только без кофе. Тоже бодриться, думаю, на боку. Мужчина бодрится, там бодрится. А, это холодильник. Это, кстати, контельки. Это, похоже, кто-то заниматься любил, вот, внизу. Интересно. Поднял, там, покачался, даже, это... А он старается. Поджимался, не буду, конечно, это делать. Ну, хотя можно. Покачался вот так, в кофе-ку попил. Ну, кто курит, закурил. Вот, красота вообще, квартира. Жарко, ребят, правда, прям. На кушечке открывал, на микро, как бы, закрывал. Не простыл, проснулся. Состояние отличное, как бы, в этом плане, что... Есть же, как бы, просто накроешь микро, там, соплишь, или что, а там чувствуешь себя хорошо. Так что, ребята, 15 тысяч плюс светлая, да. Развязка, меридианы рядышком, все под боком. Любой, то есть район, алмаз недалеко, здесь пятерка, все магазин, монетка, магнит, все рядом, под боком. Порща революции, 5 минут, то есть горки здесь рядом, то есть стоянка, он пожелался. Детская площадочка, футбольная, баскетбольная, все под боком, все рядышком. Еще какой-то здесь рядом магазинчик. Школа, кстати, вот там рядом. И с одной стороны, получается, вот эта школа, и с другой стороны школа. И еще вон. Короче, полно всего, если честно, полно всего, ребята. Ну все, вам тоже доброе утро, если это утро посмотреть. Ребят, на улице в Чулябинске солнышко, красиво. Давно такого как бы не было, что вроде как бы холодно резко было. И тут перешло в теплоту. Лучка, тепло, переход такой. Но это, на самом деле, наша уральская погода. Сейчас, я думаю, вот маленечко прокатиться. Я люблю дома сидеть. Маленечко прокатиться, заехать на Кировку. Это в парк. Место называют Арбатом еще и вот. Маленько там пройтись. Показать вам, что... И самое, что интересное. На финал я вам оставил куличок. Если вы бываете в KFC Burger King, у меня есть секретные коды, с которыми потом я с вами поделюсь, кто там будет. То есть это на воперы, кто в теме. И на большую корзину. Там, получается, колечки, картошка, мандальоны. Ну и много всего в этой корзинке. И за пол цены она будет обходиться вам. Даже 80%. Покажу я вам купоны секретные. В финале вы увидите. Обязательно досмотрите видео. И в конце вы увидите почти коды на бесплатные купоны. Вот посмотрите, сейчас проезжая горки, как красиво. Колесо обозрения. Ночью все светится. Классная тема. И, кстати, кто не знает, кто шашлыки очаг любит с очага, да? Он там рядом с ними находится, получается. Рядом с обходом горки там, ну, как бы, типа ларечка. И там от очага, как бы, шашлыки продаются. Сейчас мы едем. Сейчас мы, ребят, едем на Кировку. На Арбат. На Арбат едем. Посмотрим красоту Арбата. Давно там не был. Я думаю, всегда, когда здесь в Челябинске бываю, всегда посещаю Арбат. Просто красиво. Зимой и летом там красиво. В общем-то. Ну и с вами поделюсь, как там эта красота. Кто действительно, может, давно в Челябинске не был. И, как бы, хочет это увидеть все. Вы сейчас это все увидите. Ну все. Увидимся на Арбате. Ребят, наконец-то мы приехали. Приехали мы на Арбат. На Кировку. Сейчас посмотрим эту красоту. Уже я вижу, уже Новый год уже там творится. Уже елочки стоят наряженные. Пойдемте посмотрим. Как вы видите, как вы видите, ребята. Гирлянды. Вот мы достали тот момент, мы достали, где действительно уже бешен. Уже красоту нам будет. Гирлянды сейчас дождутся. Ребят, я уезжаю, правда, вот знаете, сегодня. И вечером не получится мне уедать от этой красоты. Но я обязательно вернусь. И эту красоту вам покажу плюс. Будь ярко, весело и интересно. Пойдемте дальше, посмотрим через прессу. Как я говорил, солнышко, солнышко пьетет. Красота. Птички поют. Моторы у машин сжужат. Представляете, уже пишут, уже говорят. Новым годом уже вывески видите. Новым годом уже всех поздравляю. Так красиво. Гирлянды, везде все пьет. И вечером на этом. Ребята, уже вечером будет. Да, ты слышал. Вечером говорят. Наш Гирлянду знаете, что я не в помощи, да? Вот он. Верблюд. Пойдем к верблюду. Это качевник, говорят, нищий будет. Вроде как это. Вроде как традиция такая, что ложат мелочь на него там, забирают, плюют, пинают. Я не знаю, почему. Почему? Ну, я хотела любить. Покачевник. Верблюдик, видите. Это у нас герб в Челябинске. Верблюд. Вот, где Новый год, да? Павкро, праздник. Ингресский житель. На Новый год уже поздравляют уже все клинские. Заводят народ. Гирлянды вешают, елочки стоят. Люди улыбаются, детьми там, пульки вон, тоже пританцовывают маленько. Папа, папа, хоть денежки, папа, иди сюда. Деньги, там денежки там нет. Видите, даже это, денежки, денежки, денежки. А, кстати, вот я забыл про традицию, говорил про качевника, все так скажу вам, что счастливы, жили, богаты, красиво. Надо качевнику что-нибудь положить. Рубль выложил кочевнику. Копейка рубль бережет, рубль тысяча. Тысяча что? Пять тысяч, пять тысяч, десять тысяч. Ну, там. Давай на верблюда. Так, ну, в принципе, вот у нас в этом ходу, как я говорю, верб, верб, да? Верб, да, верб. Слабость там, сняли. Верблюд, посуществуй. Вот он, верблюд, кстати. Кстати, мы достали тот момент, где вся Чулябинская область. Это Копейск, Карабаш, Верхний Уфалей, Золотовоз, Пештым. Проходим дальше. Локомотивный, кстати, там не было локомотивного. Озер, Смиас, Снежин, смотри, как горст. Ребята, что мы видим? Что мы видим? Подчеркнуто. Трехгорный. В принципе, красивый тоже, да, какой-то красивый. На верху как-нибудь с вами побываем, конечно, да. Ну, вот, Борис, включает. Как он, кузнечик или кузнечик? Нет, кузнечик. Из мультика. Бакон. Сезам, откройся. Мастер-шоу. А, мастер-шоу. А, маппер-шоу. Это там где? Маппер-шоу. Маппер? Маппер-шоу-adore-баный. Маппер-шоу. Маппер-шоу. Маппер. А, маппер. Маппер-шоу. Маппер, а, шоу-му. А, шоу-му. Голете? Репетите, что ли? Слушай, у коллеги репетит, что ли? Поёшь? Поёшь? Спайдермен отдыхает, это последняя жизнь, он устал от спасения города, и он поет, танец песни он устало снимает и призывает народу. Улыбайтесь, смейтесь, радуйтесь жизни, правильно? Абсолютно. Вот так вот. Ну, ребят, как было с Попермера на самом деле? Борис, Андрей. Да, начинайся блогер, снимая все, он из Челябинск приехал до этого, достал вас. Ладно, ребята, у тебя тоже настроение хорошее, сказочное, мы идем, смотрим, елочку, бирлянды вешают, люди улыбаются, народ пустят, сетьки поют, деревья растут, машины, двигатели крутятся, вот, человек, красивый, все, да? Да, и мордобоем не сприсешь город. Естественно, как мы им это работаем. Только хорошее настроение, конечно. Вот все верно, я про ту же и говорю. Ну, что он, что будет? Ну, это так, как я, а? Неиномерно. Это как весной, только зима еще не началась. Это все потому что, да, потому что хорошее настроение. Так и должно, так и должно. Ладно, удачи вам! Конечно, жизнь Андреевича, жизнь Андреевича, жизнь Андреевича, жизнь Андреевича. Он, ребят, смотрите, вот этот спортсмен, мы ехали, кстати, на машине, он, смотрите, бегает, я не знаю, что это у него. Может, у него какие-то соревнования скоро, кстати, будет? Он просто бегает вокруг, он где-то там был, уже отсюда добежал. Говорит, маньяк, вообще, так быстро бегает, вообще, не замерзает, может, это? Вот, я признаюсь вам, ребят, я тоже с тетей ходил, мне 7 лет не было прорубь нырять. Вроде как закаление, она вектрианцем занималась, здоровый образ жизни, вроде как, и мы помним, прорубь ныряли. Даже вроде не хрещение было, просто прорубь, что-то закаление, закалялись, что-то, ну, не знаю, вообще не помню. Ну, как бы, на самом деле, я вот после этого лук начал, если меньше болеть, значит, может, к этому связано, что я закалялся прорубь, ну, не знаю, но я один раз в нее нырял. Ребят, не знаю, что я всегда, знаете, задавался этим вопросам, что бить соблазна. Я всегда приходил, здесь всякие стрелки, мужчины, женские, ф Parks, вы, знаете, что удивляем. Как же страна найти, как-то собрать. Девушка на лево, машина на право, или наоборот на право мужчину, а девушка на лево, машина на право прямо. Все довольны отсюда, ходят, в лоб наелись, лоб наелись, лоб наелись, и все счастливы. Витик, где всегда думается это хороший видик, где закрытый, скорее всего там какие-то действия происходят. Ребята, кто хочет проверить, добро пожаловать, приезжайте. Это, кстати, рядом с Митпоинтом, то есть вы там отдохнули, или Лакманов спешить, да? А может вы чаханы хотите выбирать? Добро пожаловать. И все расскажете, убедите. А можете попишите в комментариях, кто здесь был. Может на самом деле что-то интересное здесь происходит. Не самому интересно, но я все-таки решаюсь. Мимо хожу, хожу. А может как-нибудь, черт побери, соберусь. Вот напьюсь, натанцуюсь там в караокебаре, в Миконте, да? И черт, черт не шутит. Чем черт не шутит, зайду в этот ВИП соблазн. Ну и вам расскажу. А пишите в комментариях, ребят, кто был там. Может уже кто-то был. Мне просто интересно. Ну и может я из-за комментариев. Может не про то я думаю. Ну, сами понимаете, соблазн, ВИП. Ну что, всего перемещения, ребят, монтажа. Перемещаемся в другое место. Вот и нашли мы. Нашли до этой дверейтажки, да? По примеру. Я говорил до этой, что она такая большая. Ребят, на Челябин-Сити. Комплей здесь вообще. Деловые обеды всякие. Бизнес-ланджи как-то. Я что знаю. Гостиницы интереснее здесь нет. Может даже и гостиницы. Какая деловой центр какая-то. Офисы видно, что светятся какие-то офисы. Там у них есть. Вот прикольно лох сделано. Зомик как уставить. Кирома, 94. Здесь, кстати, хочу обратить внимание. Здесь летом лучше. Там идешь в рубашечке, в штанишках. Идешь, как в рубашечку. Скоро стегнул переднюю. Идешь так. Волосы по ветру колышатся. Ну классно. Такая атмосфера. Зашел там кофе попил. Зашел в свое место. Жди его выпил. Действительно, очень много аттракционов летом. Здесь поют, танцуют. Ребята выступают на баяне, на гитаре. Подтанцовочка. Музыка такая энергичная. Аттракционно. А сейчас зимой как бы действительно. Здесь уже как бы и так. Ничего не встретишь, ничего не увидишь. Ну так по стандарту. Решил показать по стандарту. Можно походить так. Знаете. С семьей там просто прогуляться. Тиры все закрыты. А там были там и тиры, и музыка. И как-то весело. И кстати вот летом иностранцев много. Девушки вообще. Можно познакомиться. Очень много. Мегпоинт кафе мы прошли кстати. Наверное где-то там осталось. Ну мы пришли в кафе, караоке, бар любовь. Мегпоинт. Я здесь был летом. Летом. Ну классно. Здесь нахуй летом. Знаете. Зимой почему-то я здесь как-то проходил. Назначал как украшают. Украшают. Интересно в самом деле. Подсказываю здесь. Сердце светится. В принципе здесь и зимой украшают хорошо. Но летом ребята. Здесь что летом происходит. Здесь типа шатров делают. Шатров. Скамеечек. То есть летом здесь отдыхают. Вот сюда кстати. Приходил летом. Проходил. Либо кофе попить или пиво. Суши заказать. То есть здесь зала есть. Каравоке получается. Каравоке зала как было интересно. И танцевальный зал есть. Ребята. Вот мы дошли до рынка. Кировки Арбата. Здесь вот рынок есть. Суменирщики. Магниты разные. Повальонные штуки. Кто-то что-то собирает. Монеты. Атлетики разные. Ничего только в общем то нету. Если как бы заработать будете здесь. Знаете как бы если что-то вдруг вы не найдете где-то да. Может в принципе сюда дать здесь. Вениры Челябинска есть разные. Магнитики. То есть они и на камушке сделаны. То есть и ящерицы все есть. То есть много всего и кружки. Кружки. Кстати удобные и кружки кстати дорогие. Горь Челябинска. Прикольно все. Все они из Иерусалима. Прям приехал сюда на рейс. Прям вот видите. В общем то он везде из Иерусалима пишет. Прям водичка ниточки. Что только нет. Из Иерусалима. Главное все там. Прям все священное. Ребята как бы. Просто действительно. Я переубеждать не буду. Кто-то верит. Да нет. Ну как бы я нейтрально к этому отношусь. Все-таки вот. 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 Именные магниты в принципе здесь можно купить. Приобрести. Рынок всегда работает. То есть. И картины кстати здесь есть. Картины. Матрешечки есть. Можем кстати пройтись по матрешке. А кстати вот я хлебницу искал. Хлебницу здесь покупал давненько. Вот хлебницу. Кто-то мне писал там про хлебницу. Хлебницу вот здесь кстати вот здесь. Если не найдете нигде. Кировки в принципе можно уже найти. Купить. То есть и под соль и под сахар. Интересный дизайн такой. Я хлебницу купил. Хлеб храню там. Ну кто-то холодильники храню. Ну. Держит хлеб. Да. Допустим моя. Там хлебница. Не знаю. Березы вроде. Листы какой-то интересный делают. То есть и хлеб там. Не знаю. Все говорят. Или кажется так. Или самовнушение какое-то. Что вроде хлебница. То есть вот это вот я сделал из листы. Да. Вроде как хлеб больше держится. Да. Не засыхает. Ну не знаю. У меня по стандартам. У меня просто под дизайн как-то. Не знаю. Я захотел. Просто я нашел. Здесь вот прошел. Кстати увидел. Кружку как раз. Черепионат мира был. Под джидо. Я здесь кружку кстати приобрел. Да. И это. И хлебница. Ну ребят. Много шкатулок разных. Вкусиных сувениров. В принципе разные мелочи. Читаю здесь было еще. Даже даже что-то это. Книжки были разные. Всякие документации. То есть с другой стороны. А с другой стороны. А вот смотрите. Даже за два строка. Документации. То есть разные книги. То есть даже вот это здесь. Найдете. Продается в принципе. И недорого. Вот смотрите. Говорят. Я познаю мир. 20 рублей всего. Так что. Можете это здесь найти. Если как бы кому интересует. Учебники. Все ребят. Давайте с помощью монтажа. Переместимся. Куда нибудь. Уже в другое место. Учебники здесь. В принципе. Приходите. Смотрите. Говорят. Здесь много всего. Что. Такого вы даже не найдете. Не встретите. А вот на Рбате вы увидите. В принципе. Учебники здесь. Все учебники. Ну. Здесь не так учебники. Кто коллекционирует. Медальки и сувениры. В принципе. Можете сюда зайти и увидеть. А так. Смотрите. Что у нас. Дорогие. Подробежните. Куда эта информация. А вот пока нету. Бешемого. То есть. Смотрите. То есть. И детская литература. И взрослая. То есть. Любой вкус. Как бы и недорого. Да. Здесь можно такое встретить. Может. Вы даже где-то и не найдете. Определенное. Видимо. Может. Приносит. Ну. Как. Смотрите. Разные томовы. Разные. Настоевский даже. Сколько Настоевский? 2 рублей Настоевский. Ну. Ребята. Ну. Представляете. А книжечки. Смотрите. Она. В принципе. И сохранилась. Такая. В хорошем состоянии. Современная. Вот. Книги. Вот. Смотрите. Все тома. Вот. С одного до двенадцати. Ребят. Я не знаю. Полный сборник. Не полный. Но суть в том. Может. Кому это. Если это надо. В принципе. Может. Прийти и купить. То есть. Мужчина. Вы можете договориться. В принципе. Здесь недорого. Здесь по сути. Вот смотрите. Акция. Одна книга. Или у вас 5 рублей. Это может. Вот на это именно. А скажите. Скажите пожалуйста. Достоевскую. Сколько она стоит. Девятьсот рублей. Двенадцать томов. Двенадцать томов. Девятьсот рублей. В принципе. если для любителей ценители вот этого всего то есть вы смотрите весь сборник можете взять и вам уступает уже представляете то есть кто-то любит читать вам сюда принципе или на память что-то или просто элементарно закройка пришли почитать дорогу взять в принципе здесь можете приобрести для себя для себя найдете его на силу монтажа и мы перемещаемся в другое место ребят за их вот перец фокус и вам хочу поделиться с вами тоже праздничным средним смотрите какая елка ты спасали какую девочку красивая ребята сегодня вам прям момента такие предновогодний снимаешь что-то было настроение было все классно пока пока увидимся еще следующего монтажа очистимся наверное день в другом месте ребят зашел магазин здесь мимо шел монитор хочу купить и как бы не зашел панды магазин тебе джемпер такой красивый джемпер ребятам и свеки взял кофточки вот такие вот красивые эти кофточки красивые взял вот собой взял с лесой взял красивые здесь еще раз подажи 30 процентов что ли себе вот взял я покажу вот такая интересная такая вот типа кофточка на флисе такая кофточка на флисе вот видите классно вот ребят заходите в принципе до 26 здесь акция продляется ну может но они сказали что здесь постоянно кстати акции у них постоянные так что заходите покупайте сюда магазин панды и называется ну все покупочки всем сделал выхожу с магазина что-то там час времени в этом провел фунде и принципе блин на самом деле часто если буду сюда приезжать обязательно буду заходить у них черные акции по черную пятницу попал покажу вам по секрету это было черта черная пятница они сказали акция не постоянно действует так что это еще обязательно попадете на буду сразу ходить везде просто пишут там 57 процентов тупо накручивают как бы на сумму это уже и выдают что типа у нас дешево а здесь фан де действительно зашел здесь цены недорогие правда и плюс к этому еще и скидка такая хорошая заходите покупайте это не реклама мне за это не платят но совет потому что я вам купил подарочки всем ну и себе увидимся ребятам все зашел и магазин выбрал монитор какой нужен на 24 прикольный воду за него почитал нормальный монитор сейчас одну с выпиской сейчас не по склада его его вот достанут и проверить сказали на кассу подойти надо кассу а кто свободен здравствуйте сейчас девушка мне сейчас заплачу за него сразу это по склада стану проверят его по номер телефона можно 8 919 35 все верно не спасибо ничего не надо хорошо по безналу заплатим и и проверим монитор скажите пожалуйста сколько бонус начислиться и когда и в какой момент можно будет активировать монитор вышел у нас 8 790 ребят ну пока мы ждем пока мы ждем сказали на складе сейчас со склада принесем здесь попить захотел представляете поворачиваю голову автомат с водички сейчас попьем пока там не супа мониторчик так чё здесь нажать на флажок флажок а вот он все нажали на флажок водичка потекла все ладно ребята сейчас идем мониторы монитор вынесли смотрим проверим на пиксели за одну чтобы не ездить постройству вот он сам монитор я думаю идеально будет будет идеально сейчас проверим его на пиксели все ребят монитор в идеале просвета засветов нет все четко все хорошо все нормально берем ребят как и обещал зашел сюда и по секретным клубонам купил все получилось у меня два вопера чуть бургер два кофе по 03 то есть одно покупаешь одно подарок и шейк молочный и корзина снэкс большая корзина сейчас в принципе покажу вам коды работают я ссылочку скину на них увидите пользуются будете на здоровье делать м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok